Приветствую вас! Для начала давайте зададим вопрос вам. Считаете ли вы нормальным то, что вы запрещаете молодому человеку общаться с противоположным полом? Считаете ли вы нормальным, что вы ревнуетесь? Считаете ли вы нормальным, что вы хотите быть только с ним, чтобы он принадлежал только вам? Если да, то отношения как раньше вернуть нельзя. Потому что молодой мужчина никогда не будет только вас. Мужчину придется с кем-то делить всегда. Если не на учебе, то на работе. Если не на работе, то в бизнесе и так далее. То есть это по сути путь в никуда. Таких отношений не бывает. Ну разве что только на острове где-нибудь. Вот. Поэтому вам необходимо для себя определиться с тем, видите ли вы проблему ревности в себе самой. Но если видите, можно это поменять. И тогда вы будете вновь вместе. И для вас других девушек существовать просто не будет. А возможность того, что он уйдет. Возможность того, что он, ну например, дальше изменит вам. Вы будете воспринимать как, ну как сигнал по отношению к себе, что что-то у вас не так. Понимаете? Вот. Если же менять вы в себе ничего не собираетесь. И ревность в качестве проблемы, проблемы вы не видите. И не желаете ее, ну как бы ее раскрыть, что за ней стоит. Ну вот. То я боюсь, что ваши отношения вернуть назад невозможно. И я боюсь, что даже если вы их вернете, то молодой человек все равно будет в определенной несвободе. И тут же опять вопрос к вам. Считаете ли вы нормальным для себя, что он в несвободе. Считаете ли вы нормальным контролировать его, запрещать общение и так далее, и так далее, и так далее. Ибо он уже жаловался на то, что он одинок. То есть у него нет как компания. Вот. Возможно именно поэтому он и общается с противоположным полом. То есть вы забываете о том, чего хочет ваш мужчина. Вы забываете о том, чего хочет, по идее, ваш, по идее, любимый человек. Вот. Значит. Соответственно, это такой аспект. Дальше. Вы пишете, возможно ли что-то сделать. Да. Что-то сделать, чтобы что. Дальше. Вот вы пишете, что в голове и в сердце остается на деньги. Я рекомендую вам подумать, надежды на что. Ну понятно. Вы скажете, на то, чтобы вернуть отношения. Это понятно. Но возвращать отношения-то зачем? Ведь вы своего молодого человека, как такового, не совсем и любите. Именно как такового. То есть это вот именно так звучит, как такового. Я не отрицаю, что у вас есть к нему чувство любви. Не отрицаю, что у вас есть к нему чувство. Вопрос в том, какие это чувства. Понимаете, есть у меня подозрение, что вы путаете любовь и, например, привязанность. Есть у меня подозрение, что вы путаете любовь и зависимость. Есть у меня подозрение, что вы путаете любовь, как здоровое полное чувство и другие потребности, другие ваши потребности, которые вы пытаетесь удовлетворить, значит, самостоятельно. То есть пытаетесь удовлетворить через молодого человека. И которые к любви никакого отношения в принципе не имеют. Вот есть у меня такие подозрения. Рад был бы, если честно, ошибаться. Вот. И коли так, коли так, надо определить, какие вы хотите выстраивать отношения. Если здоровые, то нужно сначала обрести гармонию в себе и перестать бояться бабружек, перестать манипулировать мужчиной, да, перестать стремиться к контролю над ним и так далее. Потому что это всё неприемлемо. Это всё неприемлемо для здоровых доверительных отношений. Понимаете? Вам необходимо сначала найти свою собственную цель. Вам необходимо найти и прервать свой собственный путь и гармонию в себе. А уже потом, после этого, вступать в отношения с мужчинами. Вот. Ну, только вот в такой последовательности. Вот в принципе то, что вам можно сказать. Либо вы будете искать себе мужчину, который согласится выполнять все ваши требования, все ваши условия, на которых вы готовы вступать в отношения. Но можно будет сказать, что вы будете счастливы в этих отношениях. На мой взгляд, нет. Но это уже вам решат, собственно говоря. Вот, примерно так можно вам ответить на ваш вопрос. В заключении готов немножко раскрыть ревность. Ревность, ревность связана со прахом одиночества, с отсутствием собственной значимости, с неуверенностью в себе, с тем, что у человека нет своих собственных целей в жизни. То есть, у своего собственного пути нет. Вот. И, в общем-то, связано с тем, что человек себя обесценивает. То есть, вы обесцениваете себя, вы не думаете о себе хорошо. И для того, чтобы думать о себе лучше, вам нужен, вам нужен, значит, мужчина, который бы показывал вам, какая вы хорошая. Но, в действительности, получается наоборот, что вы растворяетесь в нем, пытаетесь раствориться в нем, пытаетесь полностью, как бы, личные границы убрать. А это сделать невозможно. Потому что, ну, всегда, личные границы, они всегда будут между людьми. Вот. И основная черта ревнующего человека в том, что он личный границ хочет избежать, у него нет личных границ. В чем-то это психотическая, то есть, зависимая модель поведения. Ну, связанная с недостатком личностного роста. Вот. В этом я также могу вам помочь. Ну, не только я, но и мои коллеги в этом вам тоже могут помочь. Вот. Кто-то в вашей семье вас обесценивал. Кто-то в вашей семье продвигал идею контроля и принуждения в отношениях, к сожалению. Вот. И этот момент нужно корректировать вам, если вы хотите построить здоровые отношения. Вот. Ну, для себя. То есть, сделайте выбор, каких отношений вы хотите. По сути. Сделайте выбор, видите ли вы себе проблему. Проблему своей ревности. Да. Это пока получается так, что вы хотите мужчину исправить. Не себя. Мужину. Мужину. Надо понимать. Ну, это путь деструктивный. Исправлять других людей, он очень долго и абсолютно безрезультатно. Вот. Так что, подумайте как следует о том, что я сказал. Делайте для себя выбор и после этого уже исходя из своего выбора действуйте. Вот. Если понадобится помощь, если понадобится консультация, обращайтесь к любому из наших психологов. А мы будем рады вам помочь. Если у вас остались вопросы, остались вопросы по моему ответу, вот, пишите, пишите, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.